Для тех, кто не хочет сидеть в очередях при покупке полиса ОСАГО, существует такой сайт как сравни.ру, то есть ссылка в описании. Чтобы не лазить по сайтам разных страховых компаний в поисках самой лучшей цены, заходите на сравни.ру, вводите свои данные и сразу видите предложение разных страховых компаний. Теперь вам точно не скажут, что бланки полисов закончились, потому что для электронного полиса ОСАГО они не нужны. Оплачивайте полис на сайте и распечатывайте его на любом принтере. И все, готово. Дело в том, что снимал их серию про Мерседес, но я не мог этого сделать, потому что у нас в свое время задавили и не было вообще как таковых контор. Когда приходишь, они говорят, что у нас полиса кончаются. Так вот там полиса не кончается. Там можно просто-напросто ввести свои данные и просто-напросто приобрести этот полис ОСАГО. Злополучный. Потому что ты когда покупаешь автомобиль, закон таковый, что при постановке на учет тебе нужно сделать страховку. В любом случае. Калькулятор и расчет на покупку полиса ОСАГО находятся внизу в описании на сравни.ру. Да ненормально. Подожди. Стой, слышишь? Иди. Иди, оцени ситуацию. Надо вытаскивать. Стоп. Иди, оцени ситуацию. Итак, всем привет. Я просто так разговариваю, как бы, да, и здороваюсь немножко на расстоянии. То есть человек, когда, допустим, с кем-то здоровается, вам подходит так близко, поэтому сейчас тоже близко подойду, как бы, чтобы, знаете, удобнее мне было самому. Просто я не знаю, как на камеру это выглядит. Как вас дела-то, скажите мне вообще так вот по жизни-то, а? Ну, честно, честно, скажите, блять. А не очень-то дела на самом деле-то обстоят, понимаете? То есть вы скажите честно, вот мы все в душе вот такие критики, знаете, вот просто все критики, блять. Дело в том, что, как бы, да, ты когда просыпаешься и твое утро, знаешь, на сегодняшний день оно, как бы, немножко зависит от того, что у тебя плохо. То есть ты не смотришь, что у тебя хорошо, то, что у тебя все классно, то, что у тебя красивая жена там и так далее. Ты сразу начинаешь так, деньги там, что-то сломалось, надо делать ремонт и так далее. То есть, по сути, как бы, мы вот, знаете, мы зависимы реально от того, что есть какие-то минусы. Как вы думаете, вот в этом автомобиле есть вообще минусы? Митсубиси, Паджеро, внедорожник, полный привод, дизель, как многие люди, да, любят, как бы, слышитесь? Ну, вот, слышитесь, ну, просто-напросто, знаешь, ходишь и думаешь, ну, все, легенда, по сути, как бы, легенда. Но я, вот, я, знаете, люблю вот именно начало самого видео, когда вот именно вот этот моментик, когда вот именно в моменте вот этот, когда я вроде бы еще ничего не рассказывал, я ничего не говорил, но я уже, как бы, знаю суть и ток сегодняшнего видео, понимаете? То есть, имеется в виду, что есть такая штука, как монетизация, нужно вставлять рекламу, и, соответственно, мне на пальцах нужно сейчас будет минут за 20 объяснить, что автомобили из себя представляют. Что, в принципе, я сейчас попробую сделать. Я уже покатался, примерно понял, что автомобиль из себя представляет, и, конечно, я сейчас вам расскажу. Ну, и, честно говоря, честно говоря, знаете, вот просто-напросто есть такое, как бы, непонятное решение, да, возьми, что там есть бушный автомобиль, да, есть расшатанные какие-то там резинки там на двигатель, да, именно опоры. Когда заводишь машину, знаешь, как она делает? Вот так. Я в отличие, я сейчас не прикалываюсь и серьезно, это так, на факт, на лицо. Сейчас я просто заеду ее, возьми так вот рак, чтобы, знаешь, чтобы ты не шевелился, чтобы люди видели, что морда вот так вот просто ходить начинает. Но это же, как бы, ну, я не знаю, это не минус, но, тем не менее, это факт, на лицо. Вот, не травочка, заводим. Ну, вы увидите сами, что она просто вся гуляет. Не знаю, и ладно бы, допустим, если эта камера не передает, ты, когда сидишь внутри, да, ты, когда сидишь внутри, перед тобой вся морда гуляет. Причем вот эта штука гуляет, она отдельно, вот так вот. Это, конечно, ну, не смешно на самом деле, потому что все-таки, как бы, это дизельный двигатель. И я думаю, знаете, еще, давайте-ка сразу с него и начнем. С подкапотного пространства. Сейчас я вам покажу, что это все представляет. Я думаю, знаете, даже вот не нужно показывать там, да, и рассказывать вообще устройство всех этих дизельных двигателей, да. Не нужно говорить, что тут нету дроссельной, допустим, заслонки. Или, допустим, если бы она была, то только из-за того, чтобы заглушить двигатель. То есть, как это все дело устроено. Дело в том, что вообще дизельный двигатель, знаете, это, как бы, такая отдельная каста вообще в автомобилестроении, где есть свои любители, есть свои поклонники, да. Есть люди, которые ездят на рыбалку, то есть, но есть свои нужды, соответственно. То есть, грузовики, какие-то перевозки, там, подводные лодки. Там дизельный двигатель, я говорю, как бы, да, ну, нужен. Все-таки автомобиль, тем более, вот иномарка, тем более, что ты плачешь за дорогие запчасти. Я думаю, что здесь хоть какой-то должен быть комфорт. Дело в том, что это старый двигатель дизельный у нас, 3.2, 165 ваше своей силы. Он такой тракторный просто. Он просто, как трактор, вот он просто бра-бра-бра-бра-бра, вот так вот просто делает, понимаете. И получается, что напросто дискомфорт какой-то. Я, конечно, понимаю, что есть какие-то, на свои нюансы, да, в плане, там, тяги и так далее. Но, тем не менее, машина, конечно же, как бы на сегодняшний день, все-таки, как бы, делается до комфорта. Ну, как ни крути. Тем более, что это все-таки старый тоже самый двигатель, который со встречацией еще и на предыдущий кузов. ну вот так ведь убить и любит еще в те времена этот слоновая кость именно крышка самого этого двигателя два аккумулятора у нас есть турбинка у нас есть интеркулер у нас большущий здоровенный просто-напросто от именно фильтра воздушный да и вроде бы все хорошо но на самом деле вообще вот просто сможешь да на силуэт на механическую кропку передач которого на большие колеса на 2 селек там вот этот полный привод и как бы ты думаешь что ну вот по идее если ты купил допустим с этим двигателем да то ты сейчас можешь просто моря покорять шнурки сюда шнурки сюда выводишь и поехал там на северный полюс да ну вы да вон тут просто вы ошибаетесь дело в том что якобы почитал про гуглил что-то вообще штука из себя представляет и скажем так несет так просто как кажется смотрите объясняю тут как бы если ты покупаешь вот такой автомобиль если у тебя там плохо включается третья скорость ну не беда да в принципе можно сделать если у тебя немножко как бы там шумит двигатель да если у будем разболтать на цепь а это как бы но слышно реально то опять же это не беда единственная самая дорогая деталь в этом автомобиль это тнвд то есть это та штука до которая то топлива там регулирует подает там в этих поршня дело в том что если даже байк какого-то немца да и собрать какие-то других допустим производителей то там просто тнвд люди обычно перебирают то есть свои там допустим ремкомплекты да там подтачивает перебирает и все здесь при сне можно сделать то же самое но суть такая что ты когда после переборки да даже если просто мусор почистил да допустим в том же там все внутри разрегулируется понимаете то есть имеется ввиду что после переборки требуется прошивка программное то есть обеспечение для того чтобы заново подобрать именно по тот именно тот материал до которых за слов ты нвд то есть это не самая простая работа и люди даже упирается в то что именно сам вот именно ремонт нвд входит 70 тысяч рублей то есть это как бы ну не маленькие суммы соответственно по поводу надежности ну я не знаю опять же просто дело в том что это все дизель до дело в том что сюда поступает немножко некачественная солярка и соответственно если сразу заново с завода там не сделали такие вещи как не убрали там этот клапан egr да то есть имеется ввиду что немножко начинается к закопчение самого двигателя а двигателя не простой то есть он технологичный дело в том что там допустим уже непосредственный впрыск там уже камера сгорания находится в самих поршнях то есть ну на пальцах это не показать но тем менее как бы он реально технологичный соответственно там начинается когда вот именно там нагарчик получился там нагарчик получил соответственно это все вырастает большущую проблему и все это опять же стоит ну не не дешево понимаете не дешево а 165 с лишним сил на свежение это реально мало машина весит больше чем 2 тонны и как бы но она не едет понимаете на те вот именно заявленные те вот именно вот и свои размеры и так далее для того что вот так вот вы посмотрите как она называется вообще в простонародье знаете то есть два названия pajero есть монтера да началась монтера почему и назвали в том что на испанском языке слова монтера означает а точнее pajero означает немножко неприятное как бы там такое ну более менее слова как бы ну не то чтобы неприятно но для мужчин и неприятно скажем так вот и суть такая что они для индии до для испании для америки мешка машины переименовали в монтеры как быть пожиры но и даже не это самое страшное что я называю бегемот сейчас закрою просто крышку и покажу как эта машина вообще выглядит а вот он бегемот и причем это настолько оправданное название для того что смотрите это не из-за тут уходит крыльев это не из-за размеров машина такая неповоротливая она плохо разгоняется она очень плохо тормозит и вот все вот это в совокупности получается что она как реально как здоровенная просто бегемотина понимаете для того чтобы поменять допустим покрышки я не знаю это если ты сам по себе слабый человек да ну не в душе а вообще просто просто ты не качался не занимался с зарядкой там то просто напросто эти здоровенные колеса там куда-то переобуть ты начинаешь менять шаровую да есть как бы независимая подъездка много соединений ты начинаешь что делать все вот эти тяжелые вещи станут старые технологии это конечно же вырастают большие проблемы допустим если брать какие-то минусы только время понимаете самый главный минус передние рычаги настолько закисают что их нужно перед флексом допустим то есть имеется ввиду что все-таки время она дает о себе знать а так вот просто вы посмотрите я не знаю нужно говорить сколько она стоит машины это вообще или это все таки остается секретом на совести продавца и покупателя ну серьезно а так посмотрю конечно по с этим сайтам цена колеблется от 300 тысяч доходит чуть не до миллиона вот именно за этот кузов причем следующий кузов можно также купить за те же самые там 800 900 миллионов понимаете как то так то есть у нас везде свои шильдики иди айди да глс то есть но для тех кто ну просто напросто не понимает что происходит да как бы это не так все серьезно как кажется на самом деле а так вот эта задняя пятая дверь егр да вот нас это пишет куда тюнинг творите то есть вот чем вы столкнетесь когда допустим приобретете данное транспортное средство на сегодняшний день эти машины они используют не для комфорта да не для того чтобы перевозить какие-то там детей школу она все равно едет просто какие-то эти там алиса поля то есть вот дачи так далее соответственно здесь вот так вот все это дело выглядит немножко уже не так принципе как бы все красиво как должно должно было быть но тем не менее места конечно дофига вообще вот допустим если открывать вот там да там у нас находится сиденья них просто как бы сейчас сняли имеется ввиду третий ряд сидений то есть он там находится в полу то есть его так разворачиваешь и принципе как бы ну получается что здесь можно обитать какие-то людям так вот розетки да у нас отдельная омывайка причем следующем кузове точно такая же ситуация то есть отдельная омывайка на заднюю дверь заливается тоже отдельно здесь инструменты принципе как бы ничего особого но тем не менее как все сделано вот добротно просто обычно здоровенная дверь посмотрите легенькие двери хорошо закрывается но за счет у вас залезть это вот ладно там я там акробат там я знаю да ты там взял запрыгнул молодой человек если ты кого-то подводишь там не знает там да там взрослых людей да или ты подойду просто мне знает там бабушку по и повез там куда-то то серьезно это просто такая проблема это пытка что все залезть я не шучу вот здесь сделали ручку она очень удачно здесь выглядит и это так и делаешь и залезаешь вот как таковой у нас здесь рамы нету ну нету рамы здесь но все равно пол настолько высокий ты сидишь вот тут пожалуйста вот как то так то есть реально пол высокий рамы нету на она как бы интегрирована у нас получается сам кузов то есть на жесткость это никак не повлияло но тем не менее для какого-то знаешь там тюнинга когда видели или что делать тюнингом вообще с автомобилем то с патриотами не знаю когда отделяет кузов от рамы ставят такие проставки потом ставят здоровенные просто катки меняет подвеску там и так далее здесь вас это сделать не получится все-таки есть как бы рамы не отделяется понимаете а так вот пороги вот как это выглядит вот пожалуйста митсубиси это еще тот именно сам митсубиси когда шильдик был красный красная звезда понимаете красная звезда шильдик у нас независимая подвеска спереди сзади у нас нет никаких там этих самых мостов не разрезных и так далее сделано принципе все найти как будто бы это какой-то кроссовер то есть ну как то видите они получается сделали и тяжелый автомобиль и одновременно как бы захотеть чтобы как-то более-менее управлялся то есть ну как то так здоровенные зеркала большой клиренс отсутствие каких-либо различных таких регулировочных систем допустим как вот амортизаторы регулирующиеся да там какие-то системы пневмы то такого как бы ничего нет по сути поэтому машины на сегодняшний день стоит так дорого вообще вот просто открывали да видели сами сети ценники когда honda с рв да там допустим стоит там лиллера в 4 до помните еще который там второй кузов 2000 там не знает о начало этих годов того же как это танцы на у них у всех кого там от 400 500 тысяч откуда такая цена соответственно у нас прошлый обзор был а cadillac cts да где там 300 коней где полный природе она выглядела офигенно и она стала также как эта машина понимаете что заставила человека дернув так рукой купить автомобиль допустим не 8 до года 2008 а на 7 на 8 лет старше допустим как тут наш экземпляр чего покупается эти автомобили мне расскажите я знаю для чего покупаете уехать подальше скажем так и от этих будней от того что происходит нас вокруг с нами да то есть от этих всех людей от всех этих движений в больших городах сматываются на дачи какие-то там села ездить по лесам по полям и вот когда человек едет по полю так вот он заруливает и когда вот он едет так по полю и вот он наслаждается я знаю если у вас кого-то есть автомобиль пускай это будет я не знаю там абсолютный хендай акцент просто обычный какой-то седан бюджетный попробуйте куда-нибудь выйти вот раз жизни и не пожалейте автомобиль и просто-напросто попойте попробуйте подключать ручник назвать и имею ввиду попробуйте ее просто просто так машину поражает и дальше у вас будет вы возбудитесь то есть я в серьезно говорю что не так что ты там а этом пожалел шаровую там покрышки пожалел попробуй так чтобы завоняло машина поэтому просто там сцепление заваля чтобы масло в двигателе заваля чтобы покрышки горели это ли человек возбуждается понимаете вот именно данный автомобиль принципе вам таких ощущений тоже в жизни добавить если вам скучно жить в принципе можете приобрести такой вот автомобиль и просто на поскольку отоехать по крайней мере в плане надежности здесь ничего не отваливается да если косяки что немаленький расход топлива да вот именно даже в нашем двигатель если бензиновый это тоже самое абсолютно немаленький расход топлива дорогие запчасти очень дорого допустим делайте какие-то вещи в плане там подвески там гриф слишком много соединений все-таки это дело независимое удовольствие доставляет но за удовольствие как говорится надо платить в данном случае есть какой бы автомобиль надежный не был простой да все равно нужно будет складывать деньги в него как них как ни крути в данном экземпляре уже плохо включается третья передача то есть она включается с хрустом причем ты ездить потихоньку или ты реально разгоняешь побыстрее вот пожалуйста уже вскрытие как говорится как минимум понимаете вот такие дела покупая бушный автомобиль ты должен быть готов ко всему а тогда посмотрим чего там допустим у нас обычная пружина да там пыльник уже скоро под замену рычаги уже поле поле там да эти самые старин блоки то есть уже заменены то есть видите да все дело ремонтировать вот это так еще плохой фактор связанные вот вообще с этими автомобилями это то что ты когда его покупаешь ты уже никогда жизни не продашь автомобиль ну печально да в пресса может быть возможно всю жизнь ездить на этом автомобиле но тем не менее это так очень сложно продать давай газ пол поехали поехали 2 газ 3 опять заедает господь сильно не кручу на красную зону в принципе вот так как это выглядит то есть валить едем на 110 км в час теперь основная задача конечно это реально строительство нажимаем сцепление нажимая тормоз и поверьте нас вот такой ощущаешь тот что такое то что постоянно или брызги на лоб по уху мы просто в лужу заезжаем то есть вот такая вот получается если ординами когда получается такие большие колеса и арки что вот даже элементарная обычная какая-то от лужи и сразу брызги сразу тут у нас угловое стекло вот эти тормоза я могу сравнить с какими-то не знаю любыми автомобилями любыми тормозами когда их перегреет допустим там когда уже после 150 резко оттормозишься так вот здесь их практически так же их нету то есть нажимаешь педаль машину нереально не устанавливать не держать я вот даже бывает знаешь так говорю да а вот люди не воспринимают думаю что ты врешь то вот это как думаешь вот реально я серьезно тормоза нажимаешь их нету вообще приходится знаешь вот давить все силы на них причем ты удавишь а усилия не изменяется не стойди бля барин конец окружающих занят уже когда на заднем приводе ездить той же обе крутится а там закрится блокировка давайте включить начался а ну вот зайдем только сын к работе я не начались живут ну давай слушай блокировка реально работает а билет не какой-то опустится а билет нет вот вот Тетя, тетя, дайди Мама оборудовка Мама, парка и дядя Созали дома, слышишь, что? Да осталось вот этот дом Давай вперёд! Давай под натурсик, дыши! Так, там указать места мало, совсем осталось. Готов? Ракурс? Ты дёргай, да и всё. Нормально, ракурс задвижь, чтобы машина обе виды. Да, давай, давай. Стань в полях! Сюда снимай. Проверь, иди. Слышишь чё? Сразу вправо, выкрути руля. Всё, поехали? Зелёнок-то хватит. Стоп! Хорош! Хорош! Давай в зад! Чётко? Да. Да. Мадёж? Ну. Так, а чё там кашу? Он её сдёрнул и всё. Ты сам-то выйдешь сейчас? Да, выйдешь. А кладжирики-то ещё не выпить. Кладжирики? А кладжирики. Ладно, всё. Всё получилось. Опасненько, слышишь? Так, папа контролирует всё что-то. Опасненько. Так-то, смотрите. Красиво, красиво просто. Собирайся. Нормально. В нашем случае это механика. В нашем случае это дизельный двигатель. И, конечно же, на таких автомобилях нужно ездить куда-то вот просто там пресс, зарыбалку, да вот это всё дело наделать. То есть, получается, если поставить себя более-менее нормальную резину, с более-менее нормальной грунта зацепами, то, понятное дело, может, в принципе, ездить пресс. Если асфальтовые обычные колеса, то смысла не я не вижу. То есть, как такового зацепа у тяжёлого автомобиля просто нет. Просто его здесь нет. Это насколько, насколько нужно верить в тягу дизеля, насколько нужно верить именно в то, что ты как будто когда покупаешь дизельный двигатель, ты экономишь, да, и вот после всего этого ты как бы должен спириться с тем, что вот здесь нереально дискомфортно находиться. Просто дискомфортно. Я не говорю, что дизельный двигатель плохой, это какое-то заблуждение, но, тем не менее, вы сами всё прекрасно видите. Вот эти старые, особенно дизельные двигатели, да, они, может быть, это и тянут в каких-то там делах, местах, но, тем не менее, они ни в коем разе не экономичнее, чем бензиновый двигатель. Если ты сэкономил немножко на топливе, то ты не сэкономил ни разу на тех же самых запчастях, на ДНВД, на форсунках и так далее. Ну вот, смотрите, салон, да. В принципе, я пока задумываю, что здесь нечего абсолютно. То есть такие топорные все вот эти все черты, да, скучноватые. Но, опять же, это 2000 год, ничего страшного. В принципе-то, единственное, что мне понравилось именно, что связано с салоном, да, это, конечно же, то, что находится, сзади печка находится. То есть сзади второй стоит вентилятор. Помимо того, что здесь дует, да, дует сзади. То есть, ну, это, опять же, никого не удивить, потому что даже в Патриоте, в принципе, такая же функция есть. Здесь ручек нет, там ручка есть, здесь ручка есть, как бы, ну, вот, есть свековые плюсы и минусы, и тем не менее. Что я могу констатируя по поводу, вообще, всего вот этого, то, что вы здесь видите. Например, коробка передач, да, вот у нас механика. Сейчас она просто вот в лайтовом режиме, вот, соприкасаешься просто, вот, вот, посмотрите. Не, я понимаю, что это, как бы, дизель, да, там, соединяются детали, есть вибрации и так далее. Но, тем не менее, как бы, когда машина новая покупалась, я просто надеюсь, что такого здесь не было. Кажется, машина, когда новая была, она была дорогая. И вот ты садишься, там вот так вот делать, такая вот ситуация у тебя. Я просто надеюсь, что на автоматах такой штучки нету, по крайней мере, именно такой вибрации. А вообще, как бы, ну, сидеть, в принципе, ты, как бы, нормально, удобно, высоко. И сразу, блин, просто в глаза бросается, что все эти машины, это не для города вообще. Вот просто вот город и Pajero 3, это вообще две разные вещи. Ну, это вот для нашего города еще более-менее, потому что вы сами видите, что у нас бездорожье вокруг. А если там какой-то Питер, Москва, на механике, с этим двигателем, с этим весом, с этим неповоротливостью, ну, это просто какая-то пытка, серьезно, это как на КамАЗе может, собственно, так же ездить. Я не знаю, я не удивлюсь, если сюда скажут, категория цены нужна будет в следующий раз, допустим. Интересный автомобиль, какой-то, знаете, он такой вот уникальный, есть своя изюминка у него. Вроде, да, вот как бы все хорошо и все устраивается, но тем не менее, как бы, ну, вот, не на каждый день, не на каждого человека вот такая вот машинка. Ну, очень жаль, что многие люди, которые вот меня смотрят, со мной не соглашаются по этому поводу. Вот у меня, говорит, такая есть, такая была, говорит, немножко неправильно говоришь, она классная, она едет и так далее. Я всегда сравниваю, понимаете, с другими автомобилями. То есть, если бы это был первый обзор в жизни моей, я вообще, знаете, что сказал? Вот такой автомобиль, вот такой автомобиль. Ну, если бы, естественно, сел в каком-нибудь там, не знаю, там, ВАЗ-2009. Ну, так как, видите, получается так, что покатался на различных автомобилях. Ну, и скажу честно, пацаны, дискомфортно просто. Если вы хотите смириться с дискомфортом, если вы не видите таких вибраций, если вы не слышите этот тракторный двигатель, то, пожалуйста, в путь, сидите, кайфуйте, серьезно. Автоматически. Ну, это, наверное, единственная вещь для комфорта в этом автомобиле. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Это был Pajero 3 2000 года стоимостью 600 тысяч рублей. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже бездорожные, в принципе, ехать не горе надо. Это просто просто обычные горы. Просто дворы здесь живут люди. Ну, как-то так. Наверное, вот такая машина на такие вещи, которая, наверное, не нужна, по сути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»